Владимир Волков второй день на главной стройке региона. Накануне на Мордовия-арене продолжилось большое выездное совещание. В центре внимания комплексная застройка территории, прилегающей к стадиону. Свой строительный день Владимир Волков начал с моста через реку Инсар за железнодорожным переездом на улице Советская. Самый старый мост в городе памятник архитектуры. В 2018 году его обновят, проведут капитальный ремонт, мост станет пешеходным. Отсюда глава республики наблюдал работы по благоустройству набережной Инсара. Подрядчик строительства ПСО Казань получил ряд серьезных замечаний. И главное, надо увеличивать количество техники на объекте, максимально использовать каждый рабочий день. Согласно проекту, русло Инсара от Химаршского моста на протяжении почти километра будет расширено до 85 метров. Набережная со стороны стадиона будет двухъярусной. Подрядчик обещает главе республики применить все свои знания и опыт. Несколько лет назад строительная компания благоустраивала похожий объект – Кремлевскую набережную в Казани. Наращивать темпы работ будут и на благоустройстве набережной реки Тавла, которая разграничивает первый и второй микрорайоны жилого комплекса «Юбилейные». В скором будущем их свяжет пешеходный мост, пока до него руки подрядчиков еще не дошли. И за это они получают нагоняй от главы республики. Времени до чемпионата мира все меньше. Во втором микрорайоне еще строить и строить. Одних многоквартирных домов здесь возводится три десятка. Начали строить один детский сад, скоро приступят ко второму. В хорошем темпе, как отметил глава республики, идет строительство школы. По итогам большого строительного дня глава республики потребовал по каждому из объектов оптимизировать графики. Проконтролировать все стройки Владимир Волков пообещал через неделю. К этому времени работа на всех участках должна быть усилена, подчеркнул глава республики.